Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. В начале января этого года в центре Чебоксара открылась многопрофильная поликлиника с инновационным уклоном. Многие уже успели назвать ее домом здоровья. Комплекс масштабный. Сегодня у нас в гостях главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. Татьяна Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Насколько я знаю, открытие поликлиники только первый этап. Расскажите, какие еще медицинские учреждения будут располагаться у вас и будет ли он в вашей структуре, собственно говоря, и когда состоится? Да, эта многопрофильная поликлиника для обслуживания взрослого населения, она уже полностью открыта и она уже функционирует со дня открытия. То есть мы 13 января открылись, 14 числа у нас идет полноценный прием наших пациентов. Идется вся лечебно-диагностическая работа, консультативная работа. Поликлиника принимает взрослое население, пока с 18 лет, которое территориально проживает в центральной части города, ниже улицы Гагарина до залива. И прикрепление идет. Сейчас активно идет процесс прикрепления населения, которое прописано или территориально проживает в центральной части города. Поликлиника на Гагарин должна к вам переехать. Состоится ли это и когда? Да, вопрос правильный. Это состоится. Сейчас идут подготовительные этапы. Прикрепление, они примерно уже середина лета получат лицензию и пересядет все детское отделение с участка ХБК, то есть второй горбольницы, на второй этаж и половина третьего этажа нашей поликлиники. Это ожидается. Предполагалось, что открытие центра разгрузит очереди в других поликлиниках. Вот, собственно говоря, обеднение, наверное, поможет. И за две недели работы какой результат есть? Разгрузились очереди? Можно сказать, чуть разгрузились, потому что у нас действующая поликлиника на улице Николаева, она обслуживает население больше 90 тысяч. Из них 20 тысяч уже перешло на обслуживание уже в новую многопрофильную поликлинику. Несмотря на то, что мы только две недели как открылись, в новой поликлинике работаем многопрофильной, уже принято более 7 тысяч пациентов. Из них более 3 тысяч это пришли к акушер-гинекологам, потому что у нас вся женская консультация переехала на новый адрес. Многопрофильную поликлинику с новой операционной, манипуляционным кабинетом. Также у нас к врачам общей практики более 2 тысячи обратились. Около 400 человек прошли уже диспансеризацию. Там у нас на первом этаже очень удобное отделение диспансеризации профосмотров только прикрепленного населения. Также на первом этаже у нас расположились все врачи общей практики. Чтобы пациентам было удобно, они пришли в открытую регистратуру, подошли рядом в кабинет врача общей практики. И там же у нас и доврачебный кабинет, процедурные кабинеты, прививочный кабинет и все рентгеноделение, что очень удобно. И также принимает хирург на первом этаже. Также хочу отметить, что около 400 человек уже проконсультированы нашими узкими специалистами в этой новой поликлинике. И хочу сказать, если есть потребность у нас узких специалистов, у нас также мы пользуемся мощностями поликлиники, действующие по улице Николаева. Отправляются пациенты и туда. Также все диагностические обследования проводятся в УЗИ-исследовании. Около 400 человек уже получили УЗИ-обследование. У нас очень большое отделение лучевой диагностики с новым оборудованием, рентгенологическим оборудованием. Это цифровой маммограф для обследования женщин, цифровой флюорограф, также рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места. И что нового для нас, что мы очень долго ждали, это компьютерный томограф, который нам необходим для ранней диагностики заболеваний, особенно заболеваний онкологического профиля, чтобы их вовремя выявлять, диагностировать и отправлять для получения специализированной помощи. Также хочу отметить, что у нас на первом этаже ведется активный прием хирурга. Пациенты тоже записываются активно. Также работает дневной стационар при поликлинике в две смены и работающим пациентам очень удобно. Две смены на четвертом этаже, дневной стационар расположен. Вся женская консультация, как я уже сказала, перешла на четвертый этаж этой поликлиники с новой операционной, с новым манипуляционным кабинетом. Также ведется активная работа с нашими беременными, в том числе и школа для беременных. Также у нас отделение восстановительного лечения получило более 17 наименований нового оборудования. И активно пациенты получают лечение, физиотерапевтическое лечение в центре города. Проводится также массаж в две смены. Отделение восстановительного лечения тоже активно принимает наших пациентов. Также процедурный кабинет в две смены. Пациенты могут в любое время подойти, получить инъекции, сдать анализы крови. Вся, в принципе, лечебно-диагностическая работа ведется в полном объеме. Учлены при организации работы принципы бережливой поликлиники? Принципы бережливой поликлиники учли. Это даже при проектировании учитывалось. Это открытая регистратура, комфортные условия пребывания наших пациентов, холл такой просторный. И когда проектировался дизайн-проект, тоже учитывали принципы бережливого производства. На данный момент все по плану идет? Или чего-то не хватает? На данный момент, ну, есть некоторые моменты, есть кадрами вопросы. Но они потихонечку решаются. У нас есть вопросы с кадровым дефицитом. Это гинекологов, рентгенолога и лор-врача. Остальные моменты как бы решаем в рабочем порядке. Прием ведется по всем основным узким специалистам. У нас на третьем этаже узкие специалисты. Это окулист, невропатолог, дерматолог, кардиолог, эндокринолог. Также гинекологи принимают, физиотерапевты. Функциональная диагностика у нас работает на третьем этаже. Все лабораторно-инструментальное обследование тоже проводится. Я знаю, что попасть именно в ваш медицинский центр желающих очень много. Есть принцип прикрепления. Более подробно расскажите, пожалуйста, например, если я не отношусь к другой больнице, могу ли я прийти и прикрепиться именно к вашему центру? Да, это очень важный вопрос. Тут хочу отметить, что прикрепляться идут уже две недели со всех концов нашей Чувашской республики. Не только города Чебоксары. И прикрепляем мы по заявлению. Каждый человек имеет право прикрепиться к определенной медицинской организации. Согласие врача. Но у нас уже есть наполняемость очень большая. У терапевтов уже при нормативных нормах 700-1800 у них более 2000 пациентов на участке. Поэтому мы учитываем совокупность. Если человек проживает на нашей территории или прописан на нашей территории, мы, конечно, рассматриваем и прикрепляем пациента. А если человек прописан в другом конце города Чебоксары, мы обсуждаем этот момент с пациентом. Без прикрепления мы их обслуживаем. Все узкие специалисты у нас без прикрепления обслуживают. Но прикреплять мы не можем. Потому что если вызов на дом будет, наш терапевт не может выезжать на все уголки города Чебоксары. Будет ли работать школа здоровья в вашем центре? Очень хороший вопрос. Потому что сейчас профилактическая направленность на первом месте у нас. Школы здоровья уже начали работать. Уже две субботы. Каждую субботу в 12 часов проводится школа здоровья. Уже проведены школы по сахарному диабету и школа активного долголетия. Это очень удобное время. В субботу в 12 часов, час-полтора доктора занимаются с пациентами. Какие планы на будущее? На год, например, ближайший? В ближайшее время, конечно, вопросы с кадрами активно будем решать. Они уже идут. Эта работа ведется. Также нам в ближайшее время нужно открыть Центр амбулаторно-онкологической помощи для выявления на ранних стадиях онкологических заболеваний и вовремя им оказывать помощь онкологическую. Проведение химиотерапии будет у нас на нашей базе в условиях дневного стационара. Вот это ближайшая наша задача. А вообще основная цель – это улучшить качество и доступность медицинской помощи, чтобы увеличилась удовлетворенность наших пациентов. Здоровье гораздо более зависит от нашего питания, от наших привычек и от нашего душевного состояния, чем от врачебных искусств. Поэтому хочется пожелать всем – берегите себя и будьте здоровы. Что ж, спасибо вам большое, удачи вам в ваших начинаниях, в ваших планах, что у вас все получилось. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Крепкого вам здоровья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»